Добрый день, уважаемые гости и читатели Центральной городской библиотеки имени Владимира Маяковского. Мы продолжаем наш разговор о литературе военных лет. Сохранились многочисленные свидетельства о том, как люди нуждались в книге, несущей надежду и уверенность в победе. Во многих частях и подразделениях Красной Армии книги пользовались исключительным уважением. Их окружали славой и почетом. Нередко книгу передавали из рук в руки, как боевое знамя. Ею награждали самых храбрых и достойных. 1944 год. Неизвестно было, сколько еще продлится война, сколько еще придется пережить русскому народу. Константин Симонов – один из наиболее ярких поэтов военной поры. Открываем книгу «Война» 1944 года издания. Здесь мы найдем знаменитое его стихотворение «Жди меня, и ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» – стихи, которые написаны в первые месяцы войны. К тому моменту, как Германия напала на СССР, поэт уже имел представление о фронтовых буднях и не понаслышке знал, что очень скоро тысячи семей начнут получать похоронки. Война для писателя началась в 1939 году, когда он был направлен на Халкингол в качестве корреспондента. Незадолго до повторной демобилизации, летом 1941 года, Симонов на несколько дней приехал в Москву и остановился на даче своего друга писателя Льва Кассилев-Переделкина. Именно там было написано одно из самых известных стихотворений поэта «Жди меня, и я вернусь», посвященное Симоновым, его возлюбленной, актрисе Валентине Серовой. Вскоре это стихотворение облетело всю линию фронта, став для солдат одновременной молитвой и гимном всем подругам, женам советских бойцов. Его переписывали от руки и хранили в нагрудных карманах гимнастерок. Валентина Серова сыграла главную роль в одноименном фильме «Жди меня», который был снят режиссером Александром Борисовичем Столпером в 1943 на Центральной объединенной киностудии в Алмате по сценарию Константина Симонова. Но еще раньше, в 1942-м, Столпером был снят фильм «Парень из нашего города», основанный на одноименной пьесе Константина Симонова. В нем Николай Крючков сыграл бойца, а Лидия Смирнова – его невесту, красивую актрису Вареньку. В «Парне из нашего города» впервые прозвучала песня «Жди меня». За пять лет войны вышло пять поэтических сборников писателя Алексея Суркова, автора многих любимых народом песен. Известные всем слова тихой проникновенной песни «Бьется в тесной печурке огонь» написаны Алексеем Сурковым в ноябре 1941 года. И вовсе не собирались быть песней и быть обнародованы. Это стихотворение является строчками из письма к жене, которое поэт писал в «Землянке» после одного очень трудного сражения под Москвой. В предисловии книги «Песни Гневного сердца» говорится, «Великая Отечественная война против варварских полчищ немецкого фашизма вдохнула в советскую поэзию новую жизнь, поставила перед ней новые задачи. Объявив себя мобилизованными и призванными, лучшие советские поэты ушли на фронт. И с каждым днем все громче и увереннее зазвучал в их стихах голос народного гнева и ненависти к врагу, голос любви к родине и решимость народа в борьбе с ненавистным врагом до полной победы над ним. Видное место в рядах поэтов-фронтовиков принадлежит нашему земляку, уроженцу деревни Середнего Рыбинского района Ярославской области Алексею Александровичу Суркову. Алексею Суркову посвящено одной из самых знаменитых и самых проникновенных стихотворений Великой Отечественной войны «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», написанная Константином Симоновым в 1941 году. Во время войны Алексей Сурков был военным корреспондентом, участвовал в обороне Москвы, воевал в Белоруссии. Художник, оформивший книгу, Соломон Борисович Юдовин, во время войны до середины 1942 года проживал в блокадном Ленинграде, в тяжелейших условиях стараясь запечатлеть вид осажденного города и его защитников. Затем художник был эвакуирован. Всего за 1941-1945 годы в Ленинграде было издано почти 400 иллюстрированных почтовых открыток, среди которых 26 с произведениями Соломона Юдовина. Продолжение следует...